Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремителям о своей не абсолютно любой вязальной машине с нуля. Предлагаю вам связать интерпретацию кос, косы в распусках. Этот узор у нас на сайте идет под номером 112. Узор выполняется на машинке Silverite 800 цирковой, с нитиводом, можно выполнять на абсолютно любой машине. Способ провязывания будет одинаков. Для того, чтобы выполнить этот узор, нужны мы деккеры 2х2 для выполнения косички и деккер одиночный для пересадки петель. Начинаем выполнение раппорта с того, что делаем перевитие на центральных иглах. Делаем косу 2х2. Два ряда. И дальше, при помощи двух одноигольных деккеров, мы будем делать пересадку косичкой. Четыре иглы, на которых мы выполняли центральное перевитие, не трогаем. Снимаем две следующих петли. Надеваем первую петлю на вторую иглу. И сверху ту петлю, которая была уже на этом месте. У нас остается ожог. То же самое делаем с другой стороны. Первую петлю пересаживаем на вторую иглу. И сверху ту петлю, которая уже была на этой игле. Остается ожог. Иглы оставляем в заднем нерабочем положении. Провязываем два ряда. Две следующих петли снимаем на два одноигольных деккера. Пересаживаем вторую петлю на третью иглу. Сверху ту петлю, которая была. Две иглы в заднем положении. То же самое делаем с другой стороны. Две иглы в заднем положении, два ряда. Таким образом мы с вами доходим до четырех игл в заднем положении. Можно делать больше, можно меньше. Но если очень много игл в заднем положении будут длинные протяжки, узор может повисеть. То есть он провиснет. Три иглы. И четыре иглы. Два ряда. Делаем перевитие косы на центральных иглах. Теперь одним декером будем выполнять прибавки петель. Переносим пятую петлю на четвертую иглу. Из-под шестой иглы, из-под шестой петли берем провязанную петлю и надеваем на пятую иглу. Пятую петлю переносим на четвертую иглу. Из-под шестой петли достаем петлю провязанную предыдущего ряда и надеваем на пятую иглу. У нас в заднем положении остаются три иголки. Два ряда. И продолжаем то же самое. Берем четвертую петлю, пересаживаем на третью иглу. Из-под пятой иглы, из провязанного ряда берем петлю и пересаживаем ее на четвертую иглу. Остаются в заднем положении по две иглы. Таким образом мы с вами доходим до полного закрытия ажуров. По одной игле. Полностью закрываем ряд. У нас провязываются все петли. Делаем перевитие центральной косы. И продолжаем рапорт с самого начала. Просто, быстро и эффектно. Если это видео вам понравилось, было вам полезно, нажмите нравится, поделитесь с друзьями. Подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. Обязательно приходите на бесплатные вязальные посиделки. И ждем вас в нашей школе машинное вязание, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Ваша Наталья Некрасова. Продолжение следует... Продолжение следует...